Есть такой интересный феномен в Калии, который называется исчезновение святых мест. То есть всегда на Земле есть определенные места повышенной концентрации духовной энергии. Так же как в теле человека есть определенные точки, чарки, скопление жизненной энергии. Так же на планете есть определенные места, где жизненная энергия планеты всегда в избытке. То есть это места, через которые можно связаться с высшими сферами вселенского сознания. Определенный ход в высшую реальность. Это называется святое место. И вот этот феномен заключается в том, что святые места, которые были известны в прошлой эпохе, которые поддерживали людей своей чистой энергией, в этот эпохай начнут постепенно уходить в непроявленное состояние. Ну скажем, вот как континенты, материки и острова погружаются иногда, включены океан. Даже святые места будут уходить. То есть терять свое значение, терять свою силу. Это связано с общей оскверненностью этой эпохи Калии. Поскольку невежество возросло в очень большую степенью, то те места, через которых высшие планы бытия космоса нас поддерживает, начинают, так сказать, обесточиваться. И из этих мест раньше были питали определенную силу, энергию, святые места. Все места у Мирица потеряют свое значение у Куку Калии. Кроме одного, оно называется майя-пуром. Майя-пур – это место веления Господа Чайтани. И влияние этого места будет только возрастать в эпоху Калии. Поскольку в нем имеется Чайтань-Бхапрабу, а это, скажем так, воплощение Бога для этого века. То есть именно через него вся сила приходит духовной чистоты в эту эпоху. Чайтань-Бхапрабу, 10 марта, вот как раз, было золотое полнолуние, праздник Еврения Господа Чайтань. То есть он родился, явился, извиняюсь, явился в месяц полгун в полнолуние. То есть этот полнолуние календарю на этот выборец, 10 число выпало. И уявление на начале эпоху всеобщего подъема духовного. Если мы вот немного попытаемся вспомнить историю, то именно в это время в Европе, то есть много-много тысяч километров, западная Менгарь, где есть воспочитание, она сейчас эпоха чего? Разрушения. Да, Ренессансы. Это значит, знаете, вот камень бросаем в воду, кругами расходится. То есть он начал очень сильно, а потом все слабее, слабее. Вот камень был брошен куда? В Мэбур, место явления. Аватарь, в обращении к Богу. То есть огромный приток духовной энергии земля получила. И это начало происходить, это кругами. И даже вот на окраину. То есть окраинные места, это вот Европа, земли варвары, как описать ведомые. Получила определенный потенциал для развития. И все как-то потянуло новые места открывать. Все их в Индии что-то потянуло. Правда, они все доехали. Кто-то заблудился в разную сторону, открыл Америку. Нам на голову, да? Но так или иначе. Все хотели в Индии. И Афанасий Никитин, и Ласкады Габи Маркопо, и Калуб, который разоблудился. Всех потянуло. Потому что явление от Божественной Личности или Великого Святого всегда ознаменуется таким всплеском духовной энергии, которую чувствуют все населяющие этот мир. Великого Святого 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 Св